Компот в наличии. Я тут. И я тут. Мы тут. Мы тут. А мы где? Всем привет. Вот так, книжки беру. Кого? Да не уронись. А я-то думаю, что пол все время сладкий. Нет, я не роняю. Тревожный номер был. Не повторяйте. Не повторяйте. У тебя может магнит там работать? Нет. Рука такая. Видишь, я тут шедевральничаю сегодня. Подождите, красиво. Красный полумесяц. Помидор, сеньор помидор. Вот так красоту положу. Смотри, какой кусочек красивый. И вот так. Художественно. Надо было сначала открыть, а потом уже. Что еще тебе зеленушечки? Красота. С йодом. Вот так. Спасибо. Выступаем. Помидорки подсалите. Чуть-чуть. Я вас сегодня обслуживаю. Обслуживаешь сегодня? Да. Ой, сиди. А тебе перца можно? Может, тогда перца растет? Мне перца, пожалуйста. На помидорки, пожалуйста. Я люблю все острое-преострое. Можно даже побольше, побольше. Можно и сюда. Везде можно. Поперчи. Поперчи. Ты с перчинкой любишь? Ой, я люблю с перчинкой. С перчинкой люблю. У нас сегодня блюдо забытое, давно забытое блюдо. Как же его назвать? Как назвать? Хлеб в омлете. Омлет в хлебе. Как хочешь, так называй. Можешь еще кетчуп подлить. Я себе надела немножечко. Давай попробуем. Вот. Сегодня так. Она вот нарезает, смотри, как будто это мясное. Смотрится даже. Омлет в хлебе, наверное, так. Да. Нет, вообще, ну как, наверное, хлеб в омлете. Может быть. Нет. Вот смотри, на вкус, вот если бы я не сказала, что здесь хлеб, ты бы понял? Понял. Понял? Да. А что еще, ты понял? Ну, видишь, в чем дело, я же снимал тебя на твой канал. А-а-а! Не, ну а если, если не снимая? Вот я, например, не сказала бы, что здесь хлеб есть, кусочки хлеба. Очень приятно на вкус. Нежно. Все равно хлеб чувствуется. Да. Ну, он такой мягкий-мягкий. Как с полужара. Ну, для меня вот не чувствуется, ну, это, я даже не знаю. Ну, здесь вот чувствуется, как омлетик такой легкий и сыр. Сыра я добавляла немного. Вкусно. Я сегодня без мяса. Ну, яйца заменяют мясо. Угу. Угу. Частично, возможно. Ну, тут же, кроме яиц, еще молоко есть. Ой, там молока-то всего-то 50 граммов. 50 граммов молока. Нет, классненько, мне понравилось. Обычно, вот как, мы раньше делали омлет, кусочки хлеба обжариваешь, взбалтываешь яйца с молоком и просто заливаешь вот этой заливкой. А в этот раз я прям сделала много-много хлеба, добавила прям, чтобы густая-густая масса получилась. И оно, ну, все как-то однородненько. Ну, просто не получилось перевернуть, потому что большая сковорода. А так вообще, да, классно. Хотя, вот выглядит, вроде бы, казалось бы, ну, чуть запеченная, ну, перепеченная, да? С одной стороны. С одной стороны, все равно не чувствуется, что это перевернуть. Не, она чуть-чуть не перепеченная, чуть-чуть, ну, поджарочка такая, с одной стороны, зажаренная получилась, более поджаренная. Но не горелая, потому что я вовремя спохватилась. Ну, конечно, если передержать, оно любое будет. Причем, вот, с томатами, особенно, вот, в перемешку, когда ешь, приятно, запивать не нужно. А ты еду всегда же запиваешь? Не всегда. Если она слишком сухая, я запиваю. Если нет, то не запиваю. Ну, сейчас не запиваю, хотя приготовил. Ну, как бы, запивать не очень полезно. Ну, как бы, на что организм настроен, с другой стороны. Может быть, это и так. Ой, мне нравится. Летом вообще надо мясо меньше есть. Еще кусочек. А сытно-то как, а? Очень сытно. А вот из этих комбинаций можно хоть какое-то... Еще и вкусно, кроме сытности. Да, вкусно очень. Из этих комбинаций яйца, молоко, сыр, лук. Можно вообще любые вкусы сделать. Хоть что добавляй, перемешивай на сковородку. Даже. Ну, сейчас запить хочется. Если привык, запивай. Даже редисочку не хочется есть. Я думаю, что томаты есть. Сижу, я смотрю. Кто на меня еще смотрит? Ну, котлета вчерашняя смотрит. Недоеденная. Да. Не доедет? Сейчас доем. Еще бери. Сначала котлету съем. Потому что она вчерашняя. Вот это вот можно готовить на завтрак очень быстро. А мне захотелось на обед. Мне мяса не хочется есть. Да и лень готовить, а когда лень, все быстро надо. Потому что, ну, а как без еды? Есть-то хочется всегда. И без еды ни туда, ни сюда. Как в сказке. Вытер платочка. В сказке скатерть-самобранка. Раз, расстелила, все, что пожелал. Да. Это хорошо было бы. Какая-то потребовала заесть зеленью. Ну, ты бери всю зелень, дай, дай. Наелась она. Редисочку я так. Да. Вот этот кусочек еще нужно съесть. А побольше? А больше уже нет. Не влезет. Помидорки доедаем. Хорошо, когда доедается. Потом посуда вся собирается, пустая, и в раковину. А когда не доедаешь, потом контейнеры. Тут дым, тут дым. Поэтому лучше рассчитывай в точности. Сколько съешь. Пошипеть можно, нет? Пошипеть. Сейчас зашипит. Я с медиком хочу кофе. А я по утрам уже. Я и по утрам его уже. Вот эту баночку специально для меня покупали. Жидкий мед свежего урожая. Мы всегда такой гусей покупаем, а это вот же деньги. Как называется акация? Акация. Акация. Вкусный. Я вообще мед как-то не очень предпочитаю. Ну так, есть, есть, нет, нет, буду есть. А вот что-то на этот мед прям так подсела. Утром в обед могу по ложечке подвес есть. Он не сладкий. Да, вот то, что мне нравится, вот этот мед. Горно-Алтайский черышный. Черыш, да? Акация называется. Горно-Алтайский, но откуда. Ну, написано было так, но и продавец сказал, он не очень сладкий. Что мне в этом нравится? Не приторный. Смотрите, какой прям вот красотища. Так вот даже рисуется. Рисуется. Смотри, как красиво. Хотите, покажу, как красиво, как красиво, да? Прозрачный. Ой, ладно, не буду дразнить. Если магазин не специализированный, вряд ли с магазина, с обычного, можно взять качественный мед. Угу. Нет, мы специализированный уберем. В магазине туда специально. Специально. Мед возят все. Медовики. Пчеловоды. Сдают. Очень вкусно. Ну, это оптовый розничный магазин. Угу. Кстати, раньше, когда ходили, покупали. Ну, вот мы брали всегда по 2 литра. Да, баночка вот эта вот 2 литра, да? Которая стоит. Литра 2, но входит там. Не, ну, не важно. Короче говоря, мы брали всегда по 2 литра. Потом, когда съедаем, баночку промываю. И идем с этой же баночкой. Ну, а в связи с событиями такими. Все, теперь в тару свою нельзя. Только в магазине покупную. Магазин так захотел сделать. Угу. Вот. Приходится каждый раз вот эти баклажки. Ну, в принципе, они пригодятся. Складываешь, складываешь уже и не знаешь, куда их складывать. Они хорошие. Чего выбрасывать-то? Пригодятся. В мусор, который пластиковый. Сейчас же раздельный сбор мусора. Ой, раздельный. Я вижу, что люди кидают туда нераздельно. Все в пакет, в общий. И бутылки пластиковые, пластиковые. Все вместе кидают в общий мусор. Все равно кто-то добросовестный, кто-то недобросовестный. Поэтому. Ну, мне кажется, ты думаешь, его разделяют этот мусор? Ну, там же контейнеры для пластика и для... Не, ну, понятно. Думаешь, его потом в общую кучу не сбрасывают? Все может быть. Может, это формальность. Не знаю. Вот мне почему-то так думаешь. Не думаю, если это просто формально. Угу. Не знаю. Съешь один листик, на тебя смотрят. Зелени много. Можно есть столько, сколько хочется. Зелени можно есть, сколько хочешь. Могу еще сорвать. Уже переела меда. А я вообще наелся. Я тут доем и все. Нет, я за разговорами-то могу есть. Есть как в кино, спорт лото, да? Книжку читает. Тык-тык-тык-тык. Все, все съел. Он не разговаривал. Он просто читал. Я говорю, книжку читает, ты не услышал. Книжку читает, я разговариваю, ем. Незаметно могу и баночку съесть. Нет, я к тому, что он-то молчал, и рот был занят едой, а ты разговариваешь. Нет, ну, говорят, за едой нельзя телевизор смотреть и читать. Тогда съешь немеренное количество еды. И не заметишь, как все подметешь. И из-за стола потом не встанешь. Объешься. Вообще желательно, как я думаю, вообще молча есть, чтобы чувствовать, наелся ты или нет. Ну, правильно, молча, не разговаривая ты. И причем нужно пережевывать, как хорошо, медленно. Да. Но я не могу пережевывать, долго жевать. Сколько? 40 раз надо молоть. А тут раз 7, наверное, или 6. Не знаю, не считала. Ну, это надо... Если ты хорошо пережевываешь, медленно, да, тогда чувство насыщения, оно как, становится быстрее и дольше сохраняется. В общем, меньше съешь. Вроде бы времени много провел за столом, а меньше съешь, если долго жуешь. Вот кусочек не доели. Ну, было много. Вот что тут, 5 яиц, 100 грамм сыра, 50 граммов молока, немножко чего там, лучка, все перемешала и на сковородку. Вроде все. Вкуснота. А, хлеба еще 150, 140 граммов или 130 граммов хлеба. Вот представьте, какая сытость тут. Какое мясо? Не надо мясо. Очень вкусно. Спасибо. Спасибо за внимание. Всем добра и здоровья крепкого. Пока. Сейчас посуду буду убирать. Пока.